Постновогодний синдром делит людей на две группы. Одни ждут сверхэффективности после простоя, другие испытывают явный недостаток мотивации. Первым рекомендуется на пару дней снизить требования к себе, коллегам и партнерам. Вторым – сконцентрироваться и грамотно планировать время. Если у человека есть ощущение, что он выпал из ритма, если есть ощущение, что он прожил какую-то отдельную жизнь, это значит, что он хорошо расслабился, это значит, что он хорошо отдохнул. И вот то, что касается мотивированных людей, это скорее люди, которые легко переключаются с одного вида деятельности на другую. Тем, кто действительно испытывает некоторые проблемы, и те, кому нужно раскачиваться. Вот этим людям было бы неплохо, если бы накануне выхода на работу они просто вспомнили о том, что нужно доделать, с чего нужно начать. Нужно посидеть минут пять, поразглядывать вот эту елочную мишуру и вот как-то вот эту сказочность принять за такой вот конец фильма. Момент рубильника переключения, ну его, в общем-то, редко у кого он есть. Вот мы все сегодня праздновали, а наутро пошли конструировать новый космический корабль. Оперативно, наверное, его не стоит включать. Вот, потому что если его включать оперативно, то это вот внутреннее перемешивание декораций, вот, оно все равно будет отвлекать, потому что вот события, которые произошли праздничные, они должны быть обсуждены. Резко садиться на диету или приступать к усиленным физическим нагрузкам после долгих праздников эксперты не рекомендуют. Вернуть привычный тонус поможет соблюдение режима. Чтобы восстановить сон, врачи рекомендуют избегать чрезмерной активности вечером. Запивая теплым молоком, съедать на ночь банан или киви и не курить. Глубоко и спокойно уснуть поможет ванная с пустырником, ромашкой и валерианой. От алкоголя следует отказаться минимум на месяц. В течение того же времени желательно не употреблять жирную пищу. Правильное питание – это, во-первых, значит, переходим на 4-5 разовое питание, дробное обязательно, чтобы было в пище не более двух компонентов, к примеру, это курица и рис. Ну, это обычный стандарт. Все, значит, питьевой режим, большое количество жидкости, чтобы ускорить обменные процессы в организме. И чтобы шлаки быстрее выводились. Вообще, хорошо пойти в дальний магазин за продуктами, набрать полные сумки и вернуться с ними пешком. Минувшие праздники в нашей стране окажутся самыми продолжительными в году. Несмотря на то, что на этот раз зимние каникулы длились всего 9 дней, общее количество выходных осталось прежним. Еще по 4 дня отдыха нас ждут в феврале и в мае, по 3 в конце апреля, в середине июня и в ноябре. При этом эксперты отмечают, весной, летом и осенью гораздо проще войти в необходимый рабочий ритм.